В Одессе 6 часов вечера вы смотрите новости в прямом эфире 7 канала в студии Грибуренко. Здравствуйте! Владелец помпового ружья, из которого стреляли в сотрудников 7 канала, дал первое видео пояснение своих действий. Интервью выложили в сеть, но местонахождение самого Евгения Савченко до сих пор не установили. Что не сходится в словах владельца ружья и автомобиля Хонда Аккорд, на котором скрылись нападавшие, смотрите далее. Себя Савченко называет жертвой случайных обстоятельств. Удверждает, что 3 мая на Александровском проспекте его машину ударил автомобиль Ниссан Сани. Савченко самостоятельно занялся розысками и нашел, как он думал, обидчика. Примерно в 15.49 состоялся такой разговор с оператором Дмитрием Бондаренко. Савченко 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 Достать помповое ружье из салона и приготовить его к стрельбе спутнику Савченко 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 Награды Одесской облгосадминистрации сегодня вручают 13 ветеранам. 12 наград, среди которых двое наручных часов, получили ветераны и от областного совета. На этот праздник пригласили 100 ветеранов, участников боевых действий и руководителей общественных ветеранских организаций. Всего их у нас осталось на территории Одесской области около 800 человек. Все они получили, во-первых, единоразовую помощь, которая нам из государственного бюджета по 1000 гривен. 66 ветеранов и 100 приглашенных сегодня на награждение получили по 500 гривен. Это материальная помощь на лекарства и личные нужды. Эту сумму выделил областной бюджет. Наталья Костенко, Евгений Руденко, 7 канал. Избили, обворовали, лишили зрения и заработка. Мужчина подвозил двух человек, остановились подобрать третьего и тут на него напали. Трое молодчиков обокрали дом, гараж, требовали еще денег. Спустя месяц еще одно нападение уже на супружескую пару. Подозреваемых задержали, идет судебное разбирательство. Здесь было 21 тысяча гривен и доллары 307. Что-то было, и у меня все записано. Это вы все копили для чего-то? Я хотел купить однокомнатную квартиру. Все эти планы рухнули в один день – 1 августа прошлого года. Тогда на Валерия напали трое молодых людей. Теперь мужчина без денег и правого глаза. Из них кто-то троих меня бил по глазам. И вот как очередной раз стукнули, и я послышал, что что-то как булькнуло в глазах. И я потерял сознание. Теперь мужчина – инвалид третьей группы. У него общее заболевание по зрению. Жизнь изменилась. Поменялся и круг его общения. Привычные дела теперь как каторга. Да еще и без заработка остался. Я людей подвозил. Там мне многие знакомые тоже. Они держат торговые точки. Им надо было что-то подвезти. Они мне звонили. Валера, приедь туда, помоги. Там поехал, помог. Там помог. И вот так прошлым летом он подвозил двоих мужчин. Они попросили забрать по дороге еще одного их друга. Обычная поездка превратилась в настоящий квест на выживание. Над мужчиной издевались, его пытали, требовали деньги. Пока одни молодчики держали мужчину, чтобы тот не сбежал, другие обворовывали его дом и гараж. Нужной для грабителей суммы в тайниках не нашлось. Потребовали с него еще 6 тысяч долларов. Троих людей задержали. Теперь они под стражей. Идет разбирательство в судах. Я говорю, нет денег. Давай, деньги, давай меня попить по голове, по очам. Опорки тушили у меня. В ухо отрезали, в ухо стреляли. В конце августа пострадала и вот эта женщина. Сусана Погасян ранее жила с Валерием Кучеревским в гражданском браке. В свое время она подарила мужу золотую цепочку, которую сделала под заказ. После нападения на Валерия злоумышленники украли это украшение. Когда в дом к Сусане и ее супругу ворвались трое в масках, у одного из них женщина увидела ту самую цепочку. Его связали, мне оглушили тоже, я кричала там. Мне дали сильно по голове. Я упала сразу кулаком. А когда ему ударили, мужа, мужа ударили по голове и говорит, что тебе в глаз не попал? Сусана уверена, к ответственности привлекли не всех. Говорит, были наводчики, причем среди родственников. Заседание в Суворовском суде перенесли на 12 мая. Будут допрашивать еще одного пострадавшего. Ольга Голодова, Алексей Барановский, 7 канал. На одесских пляжах готовятся обеспечивать безопасность отдыхающих. На коммунальных участках побережья уже установили 23 сезонных спасательных поста. По 7 в Суворовском и Приморском и 9 в Киевском районе Одессы. Личный состав городской спасательно-водолазной службы укомплектован полностью. Для выхода в море подготовили 18 весельных и 6 моторных лодок. Также специалисты обследовали морское дно в районе пляжей. Опасные предметы извлечены, где невозможно извлечь. Мы указали в паспортах. То есть владельцы пляжей должны будут обозначить буями. Это бывшие пирсы, причалы, там где сваи вбиты порядок на 6-9 метров. То есть извлечь их нашими средствами мы пока не можем. Мы поставили в известность МЧС области. И сейчас каждый пляж ограждает буями, черными буями. Но таких мест по городу не осталось. Это вот Черноморка, пляж Чкаловский, но мы работаем. Переселенцы и участники АТО будут учиться бизнесу и смогут выиграть гранты для реализации своих проектов. В рамках программы «Новый видлик 2.0» участники получат теоретические знания о ведении своего дела и узнают об особенностях этого процесса в Одессе. Подробности далее в сюжете. Валентин Варналий два года назад приехал из Донецка. Теперь пытается вести свой небольшой бизнес в Белгороднестровском. Мужчина разводит красного калифорнийского червя и хочет заниматься производством экологически чистых удобрений. Я уже занимаюсь положительным делом. Мне хочется его развить. Это положительное дело – это производство экологически чистого удобрения. Мне хочется это развить для народа, для страны, чтобы все было хорошо, чтобы выращивать экологически чистые овощи, фрукты. Валентин – один из участников бизнес-инкубатора «Новый видлик 2.0». Это второй проект по обучению переселенцев и демобилизованных участников АТО. В этом году попробовать себя смогут жители всей Одесской области. Мы будем разговаривать про экономику, про бизнес-конву, про маркетинговый план, про финансовое обоснование проектов. Все это делается для того, чтобы по стечению двух месяцев обучения мы смогли увидеть прекрасные проекты, которые будут защищать наши участники, чтобы это была достойная защита и возможность получить грант. Гуманитарной помощи и социальных доплат недостаточно для поддержки вынужденных переселенцев и воинов АТО. Поэтому и возникла идея такого бизнес-проекта. Второй проект будет намного сильнее первого, потому что уже присоединяется большое количество партнеров, которых не было в первом этапе. Это и банки достаточно известные, общественные организации, которые тоже сейчас планируют присоединиться к проекту. Возможно, это даже государственная структура. Все верят в победу. Тамара Калицкая приехала в Одессу месяц назад, но уже пытается воплотить в жизнь свою давнюю мечту. Школа английского языка для взрослых – идея ее бизнес-проекта. Приходится начинать с самого начала. Очень-очень тяжело. И, с другой стороны, почему бы не воспользоваться возможностью. И, кроме того, я могла бы еще создать рабочие места еще для людей. То есть, достаточно опыта, мне кажется, в моей области. Я думаю, что я могла бы послужить обществу и помочь каким-то людям. Подобные бизнес-проекты уже действуют в Харькове, Львове и Киеве. В этом году в Одессе общая сумма грантов составляет 800 тысяч гривен. 78 участников будут бороться за возможность реализации своего проекта. И по окончанию двухмесячного обучения представят свои работы. Яна Нестеренко, Алексей Барановский, Седьмой канал. Ну и пока у нас на этом все. Следить за новостями Седьмого канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-3226. Итоги дня, как всегда, подведем в 8 вечера. Оставайтесь с нами. Это «Наш город» и ваш Седьмой канал. Редактор субтитров А.Семкин